друзья мне дали чертеж аквариума а вот такой с кучей углов и проблема в том что это внешние размеры то есть не во первых на как-то вычислить какое будет дно до кону чертеж этого дна а во вторых вычислить какой будет такие будут стекла размера вот этих вот стекла и поэтому я обратился где диколи то чтобы он ну нарисовал не этот аквариум я ему смоделировал да я ему вот так вот нарисовал вот здесь углами соединяется стекло покажи да ну нет я покажу картинку здесь вот углами соединять здесь угла и здесь углом соединяется здесь вот тоже углом здесь вот ну снаружи потому что это смотровое будет вот друзья и дядя коля сказал что он сможет не такое отрисовать я правильно говорю дядя коля на рыбалку собирается со своими железками представить короче говоря я всячески буду поднимать настроение чтобы у него хорошо хорошо он съездил на рыбалку чтобы он про не думал чтобы он не войну такое было возбудился поднятая поднятая настроение чтоб у него было от этого лучше получится чертеж как у вот так вот друзья вот такой чертежик получился красивая дядя коле его и отправляем в стекольную компанию уточнение его а группу чертежей отдельно но отдельно боковые стекла друзья на вроде все срослось то что дядя коле начертил все как бы я сейчас просто зафиксировал от наживил сейчас буду крепить друзья зацените прям ну четко встала все четко четко красотища просто я вчера как видите он здесь зафиксировал вот только здесь не зафиксировал во всех вот этих местах я зафиксировал то есть у меня это сейчас как струбциночки а сейчас я пройду низ весь друзья весь низ пройду и будет классно завтра уже можно будет вот с вертикалками возиться друзья какой красивый аквариум получается смотрите все низ у меня зафиксирован жестко здесь прям жестко все у меня теперь а вверх у меня застет зацепленок не такие зацепочки единственное что не зацеплено это вот это место она чуть-чуть не параллельным я сейчас его буду так вот раздвигать чуть-чуть струбцинкой выводить параллельку тут буквально пол миллиметра вот красавчик да согласись друзья конечно самый такой будет вопрос как вот сюда вот залезть как вот здесь угол делать у нас только острый но я даже не знаю какой там спать куда пролезет у меня сейчас прям целая спецоперация будет вот это вот шок он такой полстенный получится покрыл о чем речь да я уже показывал да и он острый я все-таки нашел шпатель которым я буду делать это вот такую ну вот так вот соответственно будет вот все так шовчик будет такой ну и надо грамотно это все дело залить естественно чтобы не было никаких пузырей давай попробуем вы снимать сложновато шов да нет я бы сказал что сложновато еще конечно такие аквариум надо дороже брать чем я беру сплошной как бы сплошная сложность ну ты же предыдущий ролик как вы занимались сдаваться я не сдаюсь чё значит прекраснее плакать хочется ничего не делать как бы и дофига получает так не бывает как не бывает бывает посмотри на наше правительство но ниже министры там каждый этот каждый никто делать когда получает да они там нормально заворачиваться с этой стороной так все это выглядит сейчас будешь подрезать да да так вот получается он раскрытый шок в этом месте здесь он как бы там 2 3 миллиметра здесь между стеклами получается 3 миллиметра а здесь и здесь вот он вот такой бабочкой я его внизу еще залью еще будешь поливать надо чтобы он выпукнул как стал выпуклым и хочет так и говорит выпукнуть короче ну может быть уже и лишка конечно я делаю да боюсь ошибиться просто поэтому перебарщиваю там немножко наверно и это он подтолкнул что да там пузырёчек где старый встречается с новым я его пытаешься все вытолкну я его деморализую еще раз говорю возможно здесь я лиску даю перерасход да но потом мазать уже но это крепкий шов будет да нет просто будет дурацкий шов дурацкий шов надо было наверно углом просто спроектировать спилить по 45 я хотел чтобы здесь телевизор был у них до края чтобы здесь углы вот так сошлись такой вот как вот там но захотелось у них здесь красивый телевизор я поэтому поступил так хочется же всегда да высоту ну давай удиви нас да я боюсь пока боюсь ну а вот дно нестандартно это в сиквей изделии по чертежу пилить расскажи как вот процесс был я же все снял ну мы а ты снимал да а ты делал не как я делал да а как пилили вот как 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 происходит процесс заявки вот на нестандартно возможно что он какой-то отпечатывается не 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 вот как ты делаешь заявку вот на такой чертеж а ты прям чертеж в миллиметрах все да чертеж который вот прям с этим с полями ну я сначала лепуха такая лепуху потом лепуху потом еще раз лепуху короче а ты промазал да ну чё я мусор выносил не мог своего кудать он желтый он заказчик приедет там сегодня приедет а на что она вот этот как его никогда не сдавайся хватит да не сдаваемая аквариум который а вот он стоит да я думал ты нужно шипнуть 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 что посмотрим что Андрей Иванович заколдует шипнуть мне важно знаешь чё чтоб вот это вот риска как бы прошла и все больше у меня в принципе ничего не остальное я дочистил ну попах уже ну тут чуть-чуть да вот слушай а за счет того что вот ну прям массивный шов вот сейчас с этой стороны будешь подрезать оно не вытолкнуто ну чуть-чуть вытолкнуть он же равномерный да то есть физику не отменяли да давление распространяется во все стороны одинаково ну понятно давай еще полугучия ну ради бога пленки не жалко да 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 Николай Михайлов что разошелся тут вспомнил курс слушай не видно а вот отсюда покажем вот немножко неровно я тебе говорю у меня здесь рука все это операция ну не стеши потихонечку вот все выровняем больше не трогать нормально все не трогаем друзья ну смотрите не такой уж и широкий шов да ну нормально нормально и наружу сейчас руки зачищу ну да нормально у него как бы вот такая вот эта смотровая часть да да ровно вот так вот да а вообще какая задумка вот у архитектора этого аквариума нет ну это где-то в мебели почему специфический такой чертеж у нас в мебели где-то что здесь сначала стекла потом но соответственно этот чертежик еще раз чертюс и таким примитивным способом да этот вот сделан при использовании но мы уже да технологически шагнули программы там 50 как бы уже ну прогрессируем потихоньку кстати тут на днях консультацию давал по солидворксу так мне льстит сам когда-то звонил спрашивал как там кнопочку нажима у меня периодически спрашивают сколько будет делать там например проект разводник спрашиваешь слушай ну а ты что хотя бы примерно скажи ну вот комната там 10 квадратных метров ну 80 тысяч за проект человек говорит а чё так дорого ну ты сядь порисуй это же все надо стеллажи отрисовать все эти дела как бы да объемы просчитать мощность компрессоров а не да что там сливы все заливы это было да свет да там помочь если колик будет сидеть что ли неделю рисовать и как бы это сам проект это и подразумевается виду чертежи проект по-другому бизнес-план называется да не бизнес-план не ну тут же то есть просчитываешь всю экономику там расход электроэнергии а ну трубы там стеллажи там же это все это как бы закладывается солидворкс так вам умеет делать да ну начертить да ну я сейчас это сам поясню я сначала просто выбираю основную массу как бы да которая не мешает все герметика а потом уже формирую как бы току ну и плюс я по нему прошел и только после этого когда я уже прошел я могу брызгать то есть он туда брызгалка под галтель не попадет грубо говоря туда под галтель не попадет и я понял уже не попадет этот то есть сейчас ты просто подрезал да а сейчас брызгаешь и формируешь как бы я убираю наверное что-то не надо было делать ну ладно что это со страху я друзья я всегда у меня перерасход герметика ну по причине того что ботанишки покажи на месте я делаю со страху я делаю все дотяну по совести и там или расход герметика меня мало волнует там уже он вами оплачет вот сейчас просто брызгаю чтоб у меня ничего не прилипало где не надо вот тоже лишнее как ты решил сверху вниз а я сейчас по хитрому как еще убираю сверху вниз его удобнее делать вот прямой вот здесь вот а получается держать вот так вот удобнее как мы чем пойдем все уже по-хорошему красота больше не надо не нормально кривой где кривую неравномерную здесь больше выводить чем здесь и он там какой то есть царапан и такой ну блин это ж видно не будет это будет видно под телевизором да если я вижу значит это будет видно ну ладно давай еще туда вот такой вот беру спатель у него вот это вот ровная такая штучка ну соответственно здесь уже вовремя получится не спеши не спеши ну ты как бы ровно и медленно тянешься наверху потом дергаешь ничего ну смотри какая красота да ну пока еще как бы и вот отсюда сверху сейчас сейчас вот вот он блестит баски чуть-чуть там 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 чуть-чуть да 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 Андрей Иванович молодец хороший мальчик хороший мальчик друзья ну вот такой красавчик получился здесь получается у нас такой телевизор вот с этой стороны ну это вот передние два стекла да вот а дальше такой треугольничек ну как обычно красивенькие швы вот значит ну вертикальный вот такие вот если вы посмотрите вот он такой получается красивенький такой вот вот здесь тоже вот наружный такой красавчик ну вот так он смотрит ну вообще на самом деле появление вот этих программ всяких там solidworks на какие конечно аквариумы делать намного проще вот другие аквариумы до этого что у меня были я прям положил ну лист такой бумаги как бы из-под пленки ну типа ватмана короче говоря снова у пленки от остается таки большие листы ложил на ней прямо отрисовывал какой должен был быть быть аквариум отрисовывал вот эти вот стеклышки да ну как и на какое расстояние вот это стекла должно быть да чтоб она здесь здесь сопряглось да по внешней части потом соответственно это все вымерял вымерял но то есть вот эти стекла дно и только после этого уже дело отдельные чертежи но я отправлял их нарезку достаточно муторная сложная работа такая ближе ближе там туда к черчению вот но тоже как бы позволяет ничего сама программа чем хороша то что тут можно ошибиться там что-то подвигать это туда это сюда растянуть у дядя коди это умеет делать и соответственно вы можете обращаться к нам в том числе и по таким вот разным там кривым каким-то аквариумом каким-то сумасшедшим задумкам там которые вы хотите сделать там аквариум угол там наружный угол какой-нибудь еще из многограней там состоящий еще какая-нибудь ерунда еще хочу сказать что изготовление у этого аквариума конечно но много сложнее и но естественно дороже ну потому что у обычного аквариума например 4 шва до прямых как бы простых под который там шпатель подходит да вы помните здесь я с этим он вообще намучился да то есть ну как бы не каждый шпатель туда залезли да просто пальцами в этот острый угол сюда не залезете и есть определенные сложности с этим ну и с этими внешними углами то есть их от собрать то есть это время занимает какое-то то есть он занимает время как бы на стапеле и в любом случае это влияет на цену и здесь не четыре грани вот в этом аквариуме 5 грани на раз два три 4 5 и прямой из них только он но одна как будто вот ну короче говоря возможно и в принципе если вы захотите для себя такой аквариум сделать то ну помучиться вам конечно придется с просчетом вот этих вот расстояние всех чтобы не ошибиться но тем не менее это возможно это не так страшно друзья на нас подписывайтесь ставьте лайки комментируйте мы это все читаем 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 то что вы пишете и на самом деле вместе с вами учимся и многие из вас нам какие-то подсказки дают какие-то возможно подсказки такие которые даже по незнанию но просто мысля такая пришла это очень очень сильно помогает и мы это естественно начинаем использовать своей работе и также вам всем это все показываем как ну нам нам это приятно как минимум друзья пока 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 до следующего ролика